Сохранить для грядущих поколений память о человеке, первым покорившим просторы Вселенной. Именно такое предназначение Музея Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина. Его экспозиция начала создаваться сразу после полета Юрия Алексеевича в космос. И сегодня музей представляет собой уникальное собрание фотографий, документов, ценнейших вещей, подаренных лично Гагарином. О сегодняшнем дне музея узнаете из сюжета нашего корреспондента. Евгения Быкова, одна из создателей и бессменная хранительница музея, работает в Люберецком техникуме более 50 лет. Она до сих пор с волнением вспоминает день, когда выпускник тогда еще ремесленного училища Юрий Гагарин полетел в космос. Именно после этого знаменательного события и начал создаваться музей, который сегодня носит имя Юрия Гагарина. Сначала мы создали небольшую такую комнату музея. И когда Юрий Алексеевич Гагарин 30 сентября 1965 года приехал к нам в свое родное училище, встретился с учащимися, сотрудниками и, конечно, посетил вот этот музей, который мы уже создали. Ему понравился музей. Он единственное только сказал, что у вас очень мало космического в вашем музее. Я вам подарю. И он подарил вот свой тренировочный костюм-скафандр. Точно в таком костюме он летал в космос, а в этом костюме он тренировался на Земле. С годами экспозиция музея пополнялась. Сюда, после трагической гибели Гагарина в марте 68-го года, начали приезжать его товарищи из отряда космонавтов. Они привозили в дар музею предметы, связанные с космосом, книги и документы. И всё же самое уникальное в музее – это вещи, связанные с самим Юрием Алексеевичем. Конечно, самый ценный экспонат, я считаю, что это вот эта парта, за которой сидел Юрий Алексеевич Гагарин с 1949 по 1951 годы и учился по специальности формовщик-литейщик. У нас есть также очень уникальная вещь. Когда к нам приезжала Анна Тимофеевна Гагарина, то она подарила личную фуражку Юрия Алексеевича Гагарина в дар нашему музею. Бесценная реликвия музейной экспозиции – стол, который в 1949 году стоял в кабинете директора училища, и за которым Гагарин писал заявление о приёме на учёбу. В архиве Люберецкого техникума хранятся, а в музее представлены копии документов, поимённые книги, в которой есть записи Гагарина, табели его успеваемости, приказов, фотографий тех лет, с которых на нас смотрит тогда ещё никому неизвестный парень Юра Гагарин. Музей – это часть жизни Люберецкого техникума. Есть и другая. Мы ездим в город Гагарин, бывший Кжац, где посещаем мемориальный музей Юрия Алексеевича Гагарина, встречаемся с племянницей Юрия Алексеевича Гагариной, Филатовой Тамарой Дмитриевной, которая очень интересно рассказывает о Юрии Алексеевича Гагарине. И, конечно, ежегодно ездим на место гибели Юрия Алексеевича Гагарина. Память о знаменитом выпускнике живёт в стенах техникума. С 1971 года здесь создано Гагаринское движение. И в этом одной из главных ролей сыграл музей Гагарина. Ко мне приходят, пишут такие отзывы. Они так вот благодарны, что у нас создан вот такой замечательный музей, который действительно вот учит молодёжь патриотизму, способствует улучшению успеваемости, дисциплины, поведению. Люберецкий техникум – единственное в России учебное заведение, награждённое золотой медалью Советского фонда мира. В витрине музея хранится удостоверение «Почётный гражданин города Люберцы под номером один, выданное Юрию Гагарину». А это значит, что он всегда будет с нами, в нашей памяти и наших сердцах. Ольга Щевелёва, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.